Ученик Именно эти слова Плутарха стали творческим кредо одного из старейших работников управления социальных объектов АГМК, музыкального руководителя детского сада номер 33 Вернер Александра Борисовича, творческий вечер которого состоялся 3 октября в актовом зале Доу с чудесным названием «Сказка». И те, кто побывал на этом мероприятии, а это заведующие, медодисты и музыкальные руководители Доу, словно окунулись в настоящую сказку «Волшебный мир музыки», проводником в которой стал Александр Вернер. Сразу отметим, что творческий вечер – это один из способов методической работы, организованной отделом по дошкольному воспитанию под руководством Татьяны Поляковой. Ведь это прекрасная возможность получить бесценный опыт, который пригодится в дальнейшей работе. Со страницами трудовой биографии Вернера гости познакомились в ходе мини-интервью. Александр Борисович рассказал, что заниматься музыкой он начал с 6 лет и за годы работы музыкальным руководителем старался передать свою любовь к музыке детям. А ваш любимый композитор и произведение? Ну, как говорят, музыки плохой нет, бывает плохой слушатель. Но, тем не менее, любимый композитор в основном классики – это Шопен, Бисховен, Бах и русский композитор – Щековский, Скрябин, которых я всегда играю, занимаюсь и наслаждаюсь. Как рассказали коллеги Вернера, музыка, завлатев душой и сердцем Александра Борисовича, стала для него путеводной звездой в жизни. Талант Александра Борисовича Талант Александра Борисовича не ограничивается только виртуозным исполнением произведений. Он еще и композитор-песенник, автор музыки, песням которой исполнили воспитанники ДОУ номер 33 и музыкальные руководители разных ДОУ-УСО – Хасылбайрамы, о родине, мой Узбекистан. В творческом вечере приняли участие и ученики Александра Вернера, которые, заразившись любовью к музыке в детском саду, продолжили обучение в музыкальной школе. Среди них и лауреаты различных конкурсов. С теплотой отзывались об Александре Борисовиче и его молодые коллеги. Музыкальным руководителем я начала работать в 2019 году в детском образовательной организации номер 33. И именно когда я пришла сюда, в наставники мне дали замечательного человека, мастера своего дела, очень ответственного, чуткого человека, Бернера Александра Борисовича. Я очень счастлива, что получаю именно его наставление, ведь это настолько всесторонне развитый человек, что получать его навыки, его уроки – именно такая радость. Всегда он нас поддерживал в любой ситуации, он учил нас всему, как общаться, как учить детей, как им учить прививать любовь к музыке. Помимо того, он хороший, очень даже хороший собеседник, с ним можно побеседовать о всем угодно. С этим человеком нисколько не соскучишься. Ее величество музыка приходит в мир каждого из нас с колыбельными песнями мамы. Она сопровождает нас по жизни, раскрашивая нотами прожитые нами дни. Первые шаги в увлекательный мир музыкального искусства малыши делают в дошкольных образовательных организациях. Помогают им в этом верные друзья, музыкальные руководители, в числе которых талантливейший педагог Вернер Александр Борисович. Ну что можно сказать об Александре Борисовиче, как о музыкальном руководителе? Здесь приходит на ум только одно – это профессионал с большой буквы. И это человек, который на самом деле любит детей, и дети это чувствуют. И когда приходишь на занятия к Александру Борисовичу, настолько все это проходит на одном дыхании. И та любовь к своей профессии, и это, естественно, мастерство, которое накоплено с годами, оно настолько чувствуется. И дети это тоже чувствуют. И они тоже раскрываются, подобно цветку, и с удовольствием посещают занятия. С удовольствием. Почему талантливого человека сравнивают со звездой? Возможно, это потому, что талант дается свыше. Или потому, что этот человек, талантливый человек, своим внутренним сиянием освещает нашу жизнь, делает ее ярче, богаче, радостнее. Я очень рада, что жизнь подарила мне встречу с этим талантливым и хорошим человеком. Просто хороший человек. Это тоже сейчас очень дорогого стоит, когда человек просто хороший. Творческий вечер Александра Вернера стал иллюстрацией к хорошо известной истине. Как от одной свечи может загореться сотни свеч, и она при этом не потеряет своего тепла, так и от сердца одного педагога могут загореться искры познания сердца сотен учеников и передать свое тепло дальше, последующим поколениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!